Меня когда спрашивают, почему ты ездишь по России, а вот так мало ездишь за границу, я всегда отвечаю, что я еще в нашей стране не все видел. Всем привет, меня зовут Александр Еликов, я профессиональный автопутешественник, и это Тверд Тим. Как только мне 18 лет исполнилось, я украл, в прямом смысле слова, у папы машину, и с севера, с города Новый Рингой, один на москвиче, приехал сюда, домой, в Тверь, за 4000 километров. И с этого дня я первый день отпуска садился за руль и уезжал. Самые гостеприимные, самые сумасшедшие по своей энергетике люди, это люди на севере. И на том севере, куда они добираются туристы. Вот эта открытая душа, она прям очень тянет, и всегда хочется ехать туда снова и снова. Настоящий полярник это тот, кто умеет ждать и терпеть. Арктика это лотерея, то есть ты всегда зависишь от погоды. Я первый в мире доехал до самого северного в мире континентального населенного пункта поселка Диксон. Я в первом мире без посторонней помощи доехал до самой восточной точки Евразии, мыса Дежнёва и поселка Уэлен. В первом мире доехал до той же Воркуты, кстати, до самой северной точки Чукотки, мыса Шелакски. И перечислять очень долго можно. У меня все было хорошо, отличная зарплата, уверенность в завтрашнем, послезавтрашнем и после-послезавтрашнем дне. Но я понял, что я не расту, теряю время, здоровье. Приехал с отпуска и тут же в первый же день написал заявление об увольнении. С этого момента я полностью посвящаю жизнь путешествиям. Я наконец-то стал с детьми утром вставать их, провожать в школу. С семьей начал завтракать, наконец-то мы начали куда-то ходить. Надо просто в первый день отпуска ни о чем не думая сесть за руль своего автомобиля, какой бы он не был, сесть за руль, завести его и ехать просто туда, где-то не было. Все есть. Интернет есть, мобильная связь есть, заправки есть, указатели есть, навигаторы есть. Что еще надо? Не обязательно ехать сразу в Магадан. Я до своего Байкала ехал с 10 лет и миллион километров. Там есть Тверскую область, там есть Великий Новгород, сумасшедший город. Псков просто красота. Это вот рядом.